Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 24 июля. На Потсдамской конференции руководителей держав победительниц во Второй мировой войне, СССР, США и Великобритании, при обсуждении устройства послевоенного миропорядка, американский президент Гарри Трумэн известил советского лидера Иосифа Сталина о том, что в США создано оружие чудовищной разрушительной силы. При этом, он не уточнил, что речь идет об атомной бомбе, впервые испытанной всего недели раньше. К удивлению Трумэна и британского премьера Уинстона Черчилля, советский вождь, давно знавший об американском ядерном проекте и находившийся в курсе аналогичных работ английских ученых, и брови не повел. Союзники СССР по войне с гитлеровской Германией и не ведали, что советская разведка регулярно сообщала Сталину об англо-американских атомных разработках. Ее агенты работали и в группе Манхэттенского проекта, и в британских спецслужбах. А в СССР группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над созданием атомного оружия еще с 1943 года. О действительно ужасающей силе ядерного оружия мировая общественность узнала 6,9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей. Сейчас общеизвестно, что ранее американские ВВС щадили эти города. Ведь обе густонаселенные цели, с обилием деревянных построек, наилучшим образом подходили для всестороннего изучения эффективности новых бомб, которому не следовало мешать обычными бомбардировками. Оценивая результаты этих варварских экспериментов, президент Трумэн написал, В самой крупной в истории узартной научной игре мы поставили на карту 2 миллиарда долларов и выиграли. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.